Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл, я разработчик спиннингов Харстрим. На этой выставке мы показываем 4 новые серии, которые концептуально объединяются в новую группу. Это будет SCS-X. Занимает она место между SCS-ом и, соответственно, Genesis. По цене это примерно 8000 в розницу. Чем характерны в соседе? В соседе характерны тем, что хомель этих спиннинга сделан из X-образного препрега, поэтому именно название будет SCS-X. Что нам дает этот препрег? В первую очередь, это абсолютно другая работа на вываживание и на забросе. То есть под нагрузкой этот бланк ведет себя хомель, ведет себя по-другому, потому что х-образное плетение применяется только хомель. А в вершине его нельзя поставить просто потому, что достаточно толстый препрег и для вершины он слишком груб. Значит, что у нас еще дает вот эта вот система? Это работа на скручивание. То есть при вываживании, когда вы используете там разные углы, спиннинг меньше рискует быть сломанным, деформированным именно волоком графита. Поэтому получается как бы более уверенное вываживание, более четкое работа на вываживании. И еще немаловажный момент. На самом вываживании, невзирая на жесткость, спиннинг отрабатывает. То есть сочетание жесткости и уверенной работы на вываживании. У нас 4 серии. Вот это вот у меня самая легкая, одна из самых легких, скажем так. Это Ультра. Специально головлевая серия из 6 моделей. Тесты начинаются от 2 к 10, 2-10 и заканчиваются до 16 грамм. Две длины, коротыши для небольших речек и точного заброса и, соответственно, более длинные модели. Короткими моделями, в принципе, вполне можно уверенно тричь небольшие углы. Это вот весенняя ловля жериха, весенняя ловля головлями, ножками, когда нам нужны там легкие рывочки. Вот примерно сделано для этого. Следующая модель, скажем так, серия. Это серия Абсолют. Это джик. Джик и еще раз джик. Тесты от, начинается 8-28, первый, самый легкий вариант. И самый тяжелый мощный, до 70 грамм. Две длины 79 и 84. То есть небольшая лодка, стесненные обстоятельства, либо, соответственно, уже катер или ловля с берега. Чем характерно? Палки достаточно быстрые. Не скажу, что фаст, но где-то между регуляр-фастом и фастом. Очень хорошая чувствительность. При этом очень долго возились с тем, чтобы комель нормально отработал на вываживании. Потому что сделать как бы чувствительную, бросающую палку легко, но сделать так, чтобы этот же спиннинг работал нормально на вываживании, не склевал рыбу у борта катера, это гораздо сложнее. Вот. Вроде получилось. То есть все тесты показывают, что палка именно вываживания держит рыбу на последней стадии вываживания очень неплохо. Следующий. Следующий это микроджик, легкий джик. Я не стал сильно раздувать линейку. То есть четыре модели с тестами до семи, до девяти, до двенадцати и до восемнадцати. Все ориентируется в первую очередь на что? Модели до семи, до девяти это визуально. Падение приманки на дно и работа с приманками. Здесь у нас тут вклейки. Спиннинги до двенадцати, до восемнадцати грамм, они уже тумбулярные. И акцент сделан именно на работу на лизах. В принципе, модель до восемнадцати грамм, это достаточно удачная попытка сделать более дешевые, вариант экспириенса, до восемнадцати грамм. То есть чистый джик и чтобы можно было нормально работать с приманками, там, от четырех пяти грамм веса. Последняя серия. ВСС-Х это агрессор. Агрессор это чисто твичевая модель. Все тесты расставлены по лобблерам, а не по забросу, как всегда, у настрима. И неволожный момент. В принципе, это упрощенный вариант на стримовском топе Скальт. То есть строй, жесткость достаточно похожи. Разница, конечно, есть. Скальт более премиальная модель. Но вот как бы, если вы хотите более-менее приличный спиннинг именно для твичинга, который будет иметь очень жесткую вершину, чтобы нормально работать с продергиванием боблеров на своих верхах, вот как бы вариант агрессора, это один из самых оптимальных. Собственно, по новинкам, по спиннингам это все. Больше пока ничего не покажем, хотя в середине лета появится еще куча, много интересного. Ну, ждите наши анонсы. Расскажем попозже. Продолжаем рассказывать про новинки в рыболовной области. Значит, что будет нового? Самая главная, самая интересная новость. Наконец-то удалось добиться от шакалов возобновления производства Хомакону Спайдер. Собственно говоря, три года воевал. В этом году мы сделаем первый заказ. Боблер будет один в один, тот же самый, что и был до этого. Это просто возобновлением производства. Боблер дешевым не получается, то есть цена будет примерно чуть меньше двух тысяч. Но как бы, я думаю, Спайдер в серьезном представлении нуждается. Все головлятники, что такое Спайдер, знают. Все серьезные головлятники. Следующая новинка из того же разряда, это вот Чаби МР. Наконец-то все он доделан полностью, уже в производство идет, скоро мы его получим. Чаби МР, в принципе, уходит примерно на метр глубины. То есть, если обычный Чабик работает на 70-50 см, вот это где-то чуть поглубже. Но это не вариант дайвинг Чаби, который, как бы, иногда слишком глубоко ныряет. Промезуточное звено, и я думаю, что он будет оценен головлятниками, просто потому, что, как бы, зачастую глубины занырения Чаби не хватало. Следующая моделька, третья. Это у нас Трикороловый шин 43-й. Самый маленький, очень тяжелый. Идеально подходит для ловли на сильных струях. Тогда, когда нам нужна небольшая приманка, то есть, ну, и по некрупной рыбе. Форель дикая, в первую очередь, как бы, некрупный галавль. Там, где он стоит именно струя. Идеально держит практически любую силу течения. Работает как на твиче, так и на прямой проводке. Но прямую проводку можно делать нормально и уверенно только там, где есть довольно сильное течение. То есть, либо твич, либо проводка прямая на струях. Ну и последнее, наконец-то, 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 уже скоро появится вот эта вот вещь. Это Ритм Керли 5-дюймовый. Долго мы его ждали. Будет. Очень хорошо работает по нормальной щуке. По хорошей, килограмм от 3. И по хорошему судаку. То есть, 2-3 килограмма судак вот эту штуку очень любит. Проверял лично и неоднократно. Что здесь нет, но что будет точно. Будет новый Ритм Вейв длиной 5,8 дюйма. То есть, мы привезем довольно крупные приманки. Именно Ритм Вейв, который себя очень неплохо зарекомендовал в некоторых местах. Но вообще, ловит он везде. Но просто в некоторых регионах очень много фанатов именно Ритм Вейва. Там, в определенных цветах. И все это будет довольно скоро. То есть, через месяц-два. Сильно надеюсь, что это уже ляжет на прилавке в России. Так что, если кому-то что-то интересно, ждите. Скоро все будет. Собственно, по рыбалке это пока все. Дальше уже будет обзор других вещей интересных. Всего доброго. До свидания.